С нами на связи Александр Левченко, дипломат, чрезвычайный полномочный посол Украины в Республике Хорватия, Босния и Герцоговина в 2010-2017 годах. Александр Михайлович, здравствуйте, рада вам в эфире Freedom. Здравствуйте, приветствую вас. Вы знаете, сообщение господина Орбана, как и господина Сиярта, можно приурочить очень часто к определенным событиям, которые происходят в Венгрии. Иногда это выборы, иногда это попытка надавить на Европейский Союз с целью продолжения финансирования. Ну и еще несколько таких этапов. Сейчас же Украина стоит перед следующими контрнаступательными действиями в отношении оккупированных Россией территорий. По вашему мнению, чем на данном этапе нашей с вами истории обусловлены вот подобные заявления господина Орбана, да и не только его. По отношению к контрнаступлению, по отношению к территориальной целостности, по отношению к Каховской ГЭС и подрыву Каховской ГЭС со стороны российско-оккупационных войск. Ну, к сожалению, Венгрия единственная страна Евросоюза и НАТО, которая напрямую не осуждает российскую агрессию. Хотя Венгрия в ООН, например, на заседании Генеральной Ассамблеи, голосовала за территориальную целостность Украины. Венгрия дает нам гуманитарную помощь. Но вместе с тем мы не слышим от официального Будапешта осуждения российской агрессии, как ни с чем не испровоцированной и как нарушающие существующие международные права и порядок международных отношений. Поэтому я бы сказал так, что Венгрия не единственная страна НАТО и ЕС, которая выступает за мир, а единственная страна в НАТО и ЕС, которая тайно поддерживает политику Кремля. Так будет точнее сказано. Потому что Москва сейчас в тяжелой ситуации. Она понимает, что контрнаступление может принести потерю позиций и тех территорий, которые она временно оккупировала. Соответственно, после освобождения этих территорий переговорная позиция Кремля сдуется полностью, осламнет. И чтобы избечь этого, Кремль работает среди своих партнеров, с которыми давно присматривается их военная разведка, служба внешней разведки, которая работает с определенным депутатским корпусом в ряде стран. И отсюда получаются такие инициативы, как, например, в Будапеште. Ну, не удивляйтесь, что такие инициативы идут от Виктора Орбана, ведь он единственный среди стран НАТО и ЕС премьер, который не выгнал ни одного российского разведчика. Возникает вопрос, а почему? Или они ему там помогают действовать, расстраивать Венгрию, как европейское государство? Сомневаемся. Поэтому очень правильно заявил министр иностранных дел Украины. Если вы хотите помочь Украине, используйте свое влияние, пусть Россия выводит свои войска. Ну и, собственно говоря, тогда и контрнаступление не нужно, все мирным образом обойдется. Это хорошее и правильное было бы решение. Оценки, собственно, господина Орбана и его деятельности, они разнятся иногда до самых радикальных. Не просто подыгрыванию Кремлю, не просто попытка выбить финансирование в Европейском Союзе и жить на эти деньги политически, приобретая все больше и больше предприятий на территории самой Венгрии. Кто-то даже говорит об определенных территориальных претензиях со стороны Будапешта к другим странам, что важно не только ведь к Украине. Напомню нашим зрителям, что в ноябре 2022 года господин Орбан появился на товарищеском футбольном матче, а по-моему тогда с Грецией играли, команда из Будапешта. На нем был шарф с так называемой Великой Венгрией. Территория этой Великой Венгрии зацепляла в том числе и Австрию, Словакию, Румынию и Хорватию. Великой Венгрией была до Трианоновского договора 1920 года. Я сразу же скажу, что я сейчас не намекаю, что вдруг Будапешт, увидев имперские амбиции Кремля, и вдруг решил, что почему бы и нет, решает вновь возвращаться к территории Великой Венгрии. Но стоит ли рассматривать всерьез такой вариант, что Венгрия не просто цинично относится к нынешней войне России против Украины, пытаясь выиграть как можно больше финансовых аспектов политических. Но и на самом деле хотят в каком-то случае прибегнуть даже к территориальной аннексии к некоторым странам. Во время российской агрессии к другим странам Венгрии пока тяжело будет прибечь. А вот к Украине у нас есть серьезные основания подозревать Виктора Орвана в сговоре с Владимиром Путиным о том, что если бы пал Киев, а Путин тогда планировал захват Киева в течение 3-4 дней, то Венгрия претендовала на украинское Закарпатье. Сказать, никто этого не слышал, потому что это все были договоренности тотайные. Но вместе с тем Будапешт ни разу не опроверг те слухи, которые ходят, что такая тайная договоренность была. И эта встреча Орвана с Путиным как раз произошла за пару дней до начала российского вторжения. Подтверждение такому тезису может служить заявлением Дмитрия Медведева, который он сделал буквально неделю назад, который он предложил уже не первый раз поделить территорию Украины между Россией и западными соседями. Дмитрий Медведев цинично заявил, что его интересует центральная и восточная Украина, собственно говоря, а западную часть могут западные страны, так сказать, поделить, и Россия будет не против. Но вместе с тем хочу напомнить, что Польша и Румыния неоднократно заявляли, что никаких претензий территориальных к Украине у них нет и быть не может. Кстати, такая же позиция у Словакии. А у нас осталась только одна Венгрия, собственно говоря, в которой совершенно другая позиция, постоянно она там что-то хочет доказать в отношении украинского Закарпатья. И мы помним заявление о том, что раньше там было венгерское государство и так дальше. И к кому же это Медведев обращался с предложением поделить западную часть Украины, когда Словакия, Румыния и Польша категорически против такого действия. У нас остается методом исключения только одна Венгрия и Будапешт, официальный который сейчас возглавляется правительством Орбана. Поэтому мы будем очень осторожны в отношениях с нашими венгерскими соседями. И нас это, конечно же, просто не раздражает, я бы сказал. Это настолько унизительно, если такая договоренность существует. Это настолько не по-европейски, то если еще найдутся кое-какие доказательства, Орбана надо выкидывать вместо премьера. И вообще с европейской политики он не дорос до того, чтобы возглавлять страну, которая будет председательствовать в Европейском Союзе. Вы знаете, что у Брюсселя очень большие опасения тому, насколько Венгрия готова, чтобы председательствовать в таком важном и влиятельном международном сообществе, который есть Евросоюз-студия. И этот месседж прежде всего о том, что господин Орбан не дорос до европейской политики, как мне кажется, кроме непосредственно условного Брюсселя, он еще и к населению Венгрии. Ради справедливости я добавлю, что по данным и авторитетной словацкой аналитической организации GLOBSEC, Венгры, имея вот такого премьер-министра, скажу так, они наиболее благосклонны к помощи беженцам из Украины. 90% венгров согласились с утверждением о том, что, цитирую, мы должны и дальше поддерживать беженцев из Украины, ведь они бегут от войны. Об этом также о, скажем так, настроениях венгров говорит и о том, опросы в контексте будущего страны с Европейским Союзом и Североатлантическим Альянсом. Так как венгры могут избавиться от господина Орбана? Ведь выборы говорили о том, что все-таки поддержка в стране есть. Возможно, европейские институции, я даже не знаю, не внедряясь во внутренние дела Венгрии, могут каким-то образом показать господину Орбану на дверь. Довольно сложно ведь такая конструкция, не вмешиваясь в дела внутренней страны, но тем не менее изолировать Орбана от большой политики, дабы венгры могли спокойно жить с человеком, проводящим адекватную внутреннюю и международную политику. Ну, знаете, механизма исключения страны из Евросоюза еще нет. Но вот создается какой-то прецедент, например. Поэтому Орбан себя очень уверенно чувствует. Его какое-то внешнее влияние тут абсолютно исключено. Из НАТО его не могут исключить, из Евросоюза не могут, если сама Венгрия того не захочет. Поэтому отсюда такая вот самоуверенная политика, где-то дерзкая. Она, естественно, где-то и шовинистического характера, потому что играет на сторону радикального электората Венгрии, потому что до сих пор есть какая-то часть населения, которая тоскует, потому что не все венгерские территории сейчас в составе венгерского государства. Вот на этих чувствах, к сожалению, и играет Виктор Орбан и его правящая партия Фидес. Но такой уровень размышления не соответствует рамкам поведения страны, члена Евросоюза и НАТО, потому что это реваншизм, потому что это претензии к соседним государствам. А такого потерпеть современная Европа не может, тем более во время российской агрессии, которая предъявляет, опять же, претензии к Украине, тому, что часть ее территории должна быть отобрана, о том, что она хочет вообще завоевать эту страну. Здесь европейцы понимают, что совместная европейская политика поддержки Украины как раз и может помочь остановить российскую агрессию раз и надолго. Так что, ну это как ситуация с Советом Безопасности ООН, почему Россия себя так дерзко и подло ведет, что пока нет механизма их исключения, да, они сами могут все заблокировать, поэтому они там ведут себя нагло и нецивилизованно. Был бы такой механизм, они ввели себя куда скромнее. Студия. Европейский Союз всецело показывает токсичность персоны господина Орбана не только для населения страны, но и, наверное, для внутренних политиков. Вы вспомнили о Фидес, лидирующей партии, можно так, наверное, сказать сейчас в Венгрии. Но, по вашему мнению, может ли измениться, скажем так, расклад сил, когда политикам, представителям правительства будет уже невыгодно представлением Венгрии со стороны Орбана, когда эта персона наберет такой уровень токсичности, что будет легче условный объявить импичмент, перевыборы в стране, дабы избавиться от политика, я снова использую вашу фразу, которая еще не дорос до представления страны в Европейском Союзе. Есть ли для этого внутренние механизмы и, наверное, самая главная решительность у политиков в Венгрии? Ну, я думаю, что Орбан лидер этой партии уже давно, поэтому сместить его практически сейчас невозможно, потому что все его окружение, это люди ему очень близкие, верные, отданные. Ну, посмотрите, как себя ведет министр иностранных дел Сиарта. Понятно, что тут он же должен понимать, что такое международное право, и должен его знать, а ведет себя как преданный боец партии Фидес. Поэтому у него сейчас довольно стойкое положение внутри партии. Размышлять о том, что его будут смещать, пока нет причин. Но, по крайней мере, о том, что все видят, как реагирует международное сообщество на такие инициативы и заявления главы партии, так все фиксируется. И отнимайте от этого огромного рейтинга и авторитета очки. Значит, эти очки уже отнимаются уже целый год. Если так и продолжится, и, скажем, менеджеры такие не каким-то образом смогут отстранить от председательствования в Евросоюзе, то вообще будет личное поражение Ормана как премьера и главы партии. И тогда уже его рейтинг уж покатится очень серьезно. Поэтому на сегодняшний день пока что он себя чувствует уверенно. Но кто знает, как будет в ближайшее время. Потому что европейским политикам такая позиция Будапешта не понутру. Они считают, что она разъединяет Объединенную Европу. И, соответственно, будут неоднократные заявления относительно того, как себя ведет официальный Будапешт. Понятно, что Венгрия самостоятельное государство. Она сама самостоятельно определяет свой внутренний и внешнеполитический курс. Тут вопросов ни у кого нет. Но когда этот курс сопоставим и фактически повторяют курс агрессивной политики Российской Федерации на международной арене, то это уже совершенно другое дело. И здесь реакция партнеров будет четкой и жесткой. Студия. И снова об инструментах давления, действия на токсичного политика господина Орбана. Напомню, Соединенные Штаты Америки вводили определенные санкции. Мягко говоря, забанили российско-венгерский международный инвестиционный банк. Около 25% акций принадлежат как раз правительству господина Орбана. Этот банк, для наших зрителей поясню, его называют шпионским. В том числе, так как в его руководстве находятся люди, которые работали в Федеральной службе безопасности Российской Федерации. Глава банка Николай Косов, он, собственно, походит из, выходец из семьи офицеров КГБ, что самое интересное. Один аспект. Другой аспект, помните, в апреле этого года Гардин, по-моему, сообщал о разработке санкций со стороны США, конкретно в отношении партии Фидес, ключевых игроков этой партии, возможно, и самого господина Орбана. Такие способы давления на токсичных персонажей, насколько они могут быть эффективными? В контексте изменения, во-первых, расклада сил в Венгрии, ну и, возможно, не знаю, кому-то это покажется невероятным, но изменению риторики официальной со стороны Будапешта. Ну, действия США могут быть, ведь США не члены Евросоюза, но США члены НАТО, причем там ведущая сила. Так что какие-то действия Вашингтон предпринимал и будет предпринимать. Но нужно понимать, что Венгрия не на повестке дня США. Сейчас много других важных вопросов, поэтому ожидать, что вот именно касательно Венгрии будут приниматься в ближайшее время какие-то конкретные, более радикальные шаги, ну, не знаю, не знаю, посмотрим. Ну, по крайней мере, там все считают, записывают, все эти минусы, они где-то в каком-то столбике уже накопились. И когда этот столбик по количеству накопленных минусов наберет какое-то критическое значение, конечно же, даже и Вашингтон при всей своей занятости будет реагировать. Ну, вы понимаете, когда реагирует Вашингтон, самая значительная сила в НАТО, да и в мире, то эту реакцию не заметить невозможно. И венгерскому политикому не ощутить ее также будет невозможно. Студия. Александр Михайлович, спасибо вам огромное за анализ. Рады вам всегда в эфире телеканала Freedom. Я напомню, что с нами на связи был Александр Левченко, дипломат, чрезвычайный полномочный посол Украины в Республике Хорватия, Боснии и Герцоговины в 2010-2017 годах.